Великий пост Здравствуйте, Олег Дарий. Люди, которые постятся в первый или во второй раз, как правило, достаточно строго соблюдают устав поста, который предписывает сухое едение – это пища без растительного масла или даже сырое едение – пища, не приготовленная на огне. И в среде христиан, скажем так, более опытных, сложилось мнение о том, что это не совсем разумно и даже неправильно, а так ли это на самом деле. Здесь каждый человек должен ориентироваться не на то, долго ли он ходит в храм и хорошо ли знает церковную жизнь или нехорошо, а вот на то, что конкретно для него в рамках устава о посте может быть посильным, нечрезмерным и не слишком малым, а именно посильным и реальным трудом. Если человек первый раз постится, он же не знает, что для него является посильным, а что нет. Как ему поступить в таком случае? Поэтому мне кажется, что очень правильно, когда человек, приступая к подвигу поста, советуется по всем сопряженным с этим вопросом с тем священникам, которым он обычно исповедуется. Потому что этому конкретному священнику может уже рассказать какие-то особенности, связанные с здоровьем, образом жизни, опытом церковной жизни и, так скажем, жизни какой-то подвижнической, хотя бы в кавычках назовем ее так. И тогда священник, исходя из всего этого, может дать человеку совет. И опять-таки к этому священнику спустя какой-то время, через неделю, через две или через две, человек может прийти и сказать, вот я на себя нечто взял, но чувствую, что мне это не по силам. Или наоборот, я взял на себя определенный труд, но понимаю, что я его не ощущаю, это для меня слишком легко. И тогда священник, опять-таки, этому человеку, зная его, понимая его внутреннее состояние и отчасти, будучи знакомым с его физическим состоянием, сможет ему дать совет, либо постись построже, либо оставь так, как ты постишь, либо наоборот, ослай пост. Вот, все достаточно индивидуально. И это естественно, когда человек соответствуется по такому роду вопросам со священником, потому что поститься, находясь вне церкви, ну, какой-то смысл в этом тоже есть. Но на самом деле пост – это церковное установление. И сегодня, когда мы сталкиваемся с тем, что порой человек в храм не ходит, но постится, потому что слышу, что в это время нужно поститься, то я в этом, ну, какого-то большой пользы для человека не вижу. Потому что пост как раз служит для того, чтобы человек более глубоко в церковную жизнь вошел. Это некое, ну, скажем так, объединение жизнью церкви, вот, начиная с этой малой телесной физической составляющей. Если объединение в жизни церкви не происходит, и человек за ее порогом остается, ну, тогда это просто диета получается, не более того. Отец Нектарий, вот как раз в среде уже людей более углубленных в церковную жизнь, наверное, можно встретить нечто противоположное тому, о чем мы говорим, той строгости, к которой стремятся новоначальные люди. И многие люди, вот, в частности, из-за тех причин, которые вы назвали, не так строго постятся. И даже ходят, ну, такие разговоры очень часто о том, что для мирян нужно сейчас оставлять особый устав поста, вот, не является ли это неким лукавством? Дело в том, что, наверное, имеет смысл говорить не об уставе поста для мирян, а вообще о церковном уставе как таковом, потому что у нас существует он единый устав, основанный на типиконе. А типикон только один, и, естественно, что типикон рождался вот в монашеской среде. Вместе с тем говорить о том, нужно ли действительно такого рода уставы поста для мирян, так же, как и устав, там, приходского богослужения, я не знаю, мне кажется, вопрос достаточно сложный и многосторонний. С одной стороны, кажется, в этом действительно есть смысл, уникальное рациональное зерно. С другой стороны, вот мы в типиконе видим некую икону церковного устава, и вместе с тем некую икону подвижничек из жизни, некий идеальный образ, к которому должен человек стремиться. То есть он задает определенный уровень, который для нас, оказывается, во многом недостижим, но тем не менее мы к нему тянемся. И в сущности, может быть, это и не стоит менять, потому что, опять-таки, есть Евангелие. И Евангелие раскрывает перед нами заповеди Христовы, которые, с одной стороны, как говорит Господь, не тяжкие, и они просты, и в том числе просты, понимая, даже малого ребенка. Но когда человек пытается их выполнять, оказывается, что для него практически непосильно. И всю свою жизнь человек должен стремиться к исполнению заповедей Христовых, как бы это трудно для него не было. Это труднее, чем устав о посте. Это труднее, чем устав о богослужении исполнить во всей мире. И может, конечно, возникнуть некий тогда вопрос. Ну, хорошо, мы отказываемся от типикона в том виде, в котором есть. Мы отказываемся от устава о посте в том виде, в котором есть, потому что это все слишком трудно. И ищем какую-то более простую устав, приближенную к нашим немощным силам. Но тогда получается, что, может быть, надо и создать какие-то заповеди для мирян. Но нет никаких заповедей для монашей, для мирян. Есть одно Евангелие на всех. И вот исходя из этого, может быть, не стоит ничего менять. Просто стоит всю жизнь тянуться к должному и при этом иметь все основания для того, что говорить, что мы рабы неключимые. Не только того не исполнили, что должно было исполнить всего лишь навсего, но мы даже не смогли этого сделать. И вот это ощущение собственной неключимости, собственной никуда не годности, оно фактически и есть то ощущение, которому человек благодаря посту должен прийти. Потому что человек, как я сказал, физически крепкий, может исполнить все, что касается устава, может вкушать крайне мало пищи и радоваться этому, гордиться. Вот мы недавно только что слышали песнопение «Неделя мотарей фарисеи», обо всем об этом шла речь. Человек тоже соблюдал устав в посте во всей его строгости, был рад, был счастлив и хвалился этим, гордился этим. А тут, получается, человек физически не может этого сделать, но старается, но не получается, он смиряется. Мне кажется, что это некая идеальная модель. Если говорить о духовной составляющей поста, то такая достаточно распространенная ошибка является то, что люди как раз сосредотачивают в основном свое внимание на гастрономической стороне поста и забывают о том, что нужно как-то углубляться в молитву и стараться работать внутренне над собой, обращать внимание над тем, что происходит у тебя внутри. Как, допустим, опять же, если говорить о новоначальных, как этим людям избежать этой ошибки? На что им нужно ориентироваться? Кому идти за советом? Ну, мне кажется, что эта ошибка, имеющая отношение не столько к вопросу, связанному с тем, как поститься, так или иначе, это скорее ошибка, которая коренится в неправильном понимании христианской жизни как таковой. Потому что христианская жизнь – это есть совлечение себя ветхого человека, обличение в человека нового. Это есть постоянный труд над своим сердцем. И христианин – это тот, кто должен сначала, прежде всего, стать хорошим человеком, а потом уже хорошим христианином. И это все сопряжено именно с теми изменениями, которые происходят в сердце человека. Все остальное носит только внешний характер. Да, мы состоим из души и тела, то есть мы существа духовно-телесные, и, безусловно, и духовные наши составляющие и телесные, они должны в равной степени в этом труде участвовать, но по-разному. И первично все-таки то, что внутри, то, что снаружи, наша телесная оболочка, она вторична. Просто возникает тут некоторый соблазн сказать, что пост вообще не важен, и можно его свести к некому символу. Нет. Во всем, что человек делает, должен присутствовать некий труд, приближающийся к грани его возможностей. Потому что Господь начинает помогать человеку тогда, по-настоящему, когда человек делает все от него зависящее. В исполнении заповедей Христовых, в каких-то трудножизненных ситуациях, или вот в данное время, во время поста. Вот когда человек делает то, что ему по силам, тогда его труд по благодати Божьей приносит плод. А когда человек говорит, я могу сделать столько-то, но буду делать вот столько-то, потому что и этого хватит, потому что это не важно. Нет, в данном случае это важно. Человек должен показать твердость своего произволения, должен показать, что действительно есть желание что-то делать, хотя бы вот это малое. На этом, я думаю, основываться и необходимо. И вот правильное и неправильное понимание поста, как я сказал, опять-таки, основывается на правильном и неправильном понимании христианства. Ведь тоже бывает так, что человек себе говорит, ну вот я вот настолько заповедь исполню, а больше… А я ведь вполне все равно не могу исполнить до конца, поэтому этого достаточно. Нет, ты сделай опять-таки все, что от тебя зависит. А остальное восполнит Господь. Ну человек, наверное, может как-то расстроиться из-за того, что, например, к концу поста осознает, что он не в полной мере выполнил то, что он планировал и вообще не понимал, да, поскольку вот он, допустим, опять же, только приступает к церковной жизни, что у него еще такая некая раскоординация происходит, и он не смог сосредоточить свое внимание, свои основные силы на том, что является главным в посте. Чем ему утешиться? Чем ему утешиться? Если человек видит, что пост уже прошел, и ему не удалось исполнить всего того, что он, как вы говорите, планировал, а на самом деле, что касается планирования, это отдельная тема, действительно, когда человек приступает вот к этому времени поста, очень хорошо сесть и составить для себя план, может быть, даже на бумаге, потому что мы склонны очень многое забывать из-за того, что для нас по-настоящему важно, и наметить для себя, что я в течение этого поста должен постараться сделать. Но я уверен, что любой разумный человек, любой добрый христианин, когда будет такой родной план составлять, то, безусловно, ключевым моментом в этом плане не будет свести потребление пищи к такому-то минимуму, совершенно не вкушать таких продуктов и прочее, прочее. Наверняка это будут требования к себе, носящие в большей степени какой-то духовный характер. Изменить что-то в своей жизни, изменить что-то в своих взаимоотношениях с людьми, изменить что-то, может быть, даже в своей работе. А встречать человека, который в конце поста расстраивается по поводу того, что он не так строго постелся, как хотел, он, конечно, такое бывает, но это реже. Чаще переживает по поводу того, что ему не хватило решимости чаще бывать на бухслужении, что ему не хватило решимости чуть больше молчать тогда, когда не нужно говорить, что ему не хватило решимости не осуждать и прочее, прочее, прочее. А невкушение пищи, воздержание от определенной пищи, опять-таки, как я сказал, это не есть некий фундамент. Потому что замечено, что когда человек ест поменьше, ограничивает себя, ему меньше хочется говорить, ему меньше хочется осуждать. Правда, опять-таки, такая совершенно естественная вещь, что когда человек меньше ест, он становится чуть более раздражительным, чуть более злым. Это замечено, но это носит некий совершенно физиологический характер. Зная эту особенность, нужно просто обращать на это внимание и понимать, что, с одной стороны, плоть восстает, и что-то требует из-за этого раздражения возникать. С другой стороны, и враг, безусловно, воюет, и поэтому тоже какое-то пламя гнева сгорается порой на пустом месте. Но это приходит с опытом понимания того, как к этому правильно относиться. Вот, наверное, еще нужно один момент обозначить. Действительно, бывает так, что человек, который уже давно находится в церкви, на первых порах старался поститься строго и, возможно, даже повредил своему здоровью чрезмерно строгим. Конкретно для себя постом. И поэтому потом происходит некий откат назад, и человек уже боится поститься. Но тут тоже не должно быть вот именно страха себя повредить, должен быть разумный подход. Вот, например, у многих святых, у того же преподума Авва Дорофея, можно встретить такое наставление посте, что ты определил для себя, сколько тебе пищи реально необходимо, чуть-чуть от этого отними, и вот твой пост. Люди, углубленные уже в церковную жизнь, они, конечно, более опытные и в своем труде над духовной, так сказать, составляющей поста. И они стараются больше молиться, больше читать духовную литературу, священное писание. Но, наверное, они не застрахованы от каких-то ошибок именно вот в этой части своего труда постового. А какие-то ошибки, от чего нужно предостеречь людей? Человек может углубляться в церковную жизнь, в кавычках. Он может очень много читать, он может очень часто быть на службе, он может строго поститься, он может много молиться. Но при этом, при всем будут отсутствовать плоды. Смирение, кротость, терпение всего того, что Господь в жизни посылает, преданность воле Божией, готовность эту волю Божию принимать, в чем бы она ни заключалась. Вот именно вот в это человек должен углубиться, в преданность воле Божией и все из этого исходящее, от этого проистекающее. А чувствовать себя куда-то углубленным, удовлетворяться тем, что вот мне удалось попаститься так, как я хотел, и все вроде бы складывается удачным в том смысле образом. Мне кажется, это одна из главных ошибок для глубоко погруженного в церковную жизнь человека. Спасибо, отец Нектарий. О том, как избежать самых распространенных ошибок в деле прохождения великопостного подвига, сегодня мы говорили с настоятелем Петропавловского храма, игуменом Нектарем Морозовым. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова